Слава Господу, братья и сестры! Читаю текст Священного Писания, Луки, 10 глава, 17 стиха. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. 20 стих. Слова Иисуса Христа. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Тема проповеди, которую я хотел бы с вами поделиться, я ее назвал «Чему ты радуешься?». Наверное, нет ни одного человека на планете Земля, который бы искал бы возможности от радости уйти как можно дальше. Напротив, люди на Земле стараются от печали удалиться, от уныния как-то спрятаться, а радость – это то, что люди хотят в своей жизни найти, восхитить, и если уже ее имеют, то очень стараются, чтобы ее не потерять. Итак, тема нашего рассуждения – «Чему ты радуешься?». Некогда ученики, семьдесят человек, возвратились к Иисусу, и Библия называет их состояние, с каким они к Иисусу возвратились, 17 стих – «с радостью». А дальше слова, которые они произнесли, они нам объясняют причину, которая была причина радости. «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Как минимум, есть три разных причины, почему люди, живя на Земле, могут испытывать радость. Первая причина – она объясняется тем, что человек имеет. Что из материального мира, который его окружает, стало его собственностью? Вот человек радуется тому, что он теперь имеет в собственности у себя поле. Человек радуется тому, что у него есть в собственности валы, овцы, верблюды. Человек радуется тому, что у него какого-то особого размера дом, что у него особой марки автомобиль. Человек, живя на Земле, может радоваться тому, что из материального мира окружающее его стало теперь для него его собственностью. Второе. Человек может радоваться тому, чего он достиг. И какие результаты в его жизни стали большими. Вот человек может радоваться тому, что он достиг должности директора школы. Человек может радоваться тому, что он является человеком, который пробежал быстрее всех. Что он на музыкальном каком-то конкурсе стал лауреатом первой премии. Человек может радоваться тому, что в школьной олимпиаде по математике он решил задачи лучше, быстрее и правильнее всех. Человек может радоваться тому, каких результатов он добился. Третье. Чем может радоваться человек? Он может радоваться положению и должности, которым он занимает. Вот человек может радоваться, что он является премьер-министром Соединенных Штатов Америки. Человек может радоваться тому, что он министр энергетики. Человек может радоваться тому, что он является на данный момент главным инженером какого-то особенно передового предприятия. Итак, три вещи, которые люди, живя на земле, могут искать радость. Что из материального мира стало их собственностью? Какие результаты я в своей жизни достиг и где и в какой области я лучше, чем люди, которые вокруг меня? И третье. Я могу радоваться тому, что из какого-то положения или должность у меня ныне есть. И теперь обратите, пожалуйста, внимание, ученики Иисуса Христа возвратились с радостью. А слова Иисуса Христа, кажется, как будто бы пытаются их чему-то вразуметь и чему-то наставить. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Давайте это немножко проясним. Не так ученики возвратились с радостью. Что же из трех причин, которые мы только что назвали, являлась причиной радости у учеников Иисуса Христа? Может быть, они радовались, что они увеличили свое имущество, и у кого-то из них стало больше овец, или больше земель, или больше полей. Нет, Библия говорит, что они радовались тому, что они и видели в своем служении успех. Духи повинуются нам о имени Твоем, Иисус. Значит, ученики радовались своего рода успеху. Они радовались, что в служении, которое они совершали, они своими глазами увидели результат. И они этому результату радовались и ликовали. Я хочу обратить ваше внимание. Иисус посчитал нужным внести корректировку, чтобы ученики научились радоваться правильным вещам. Почему это сделал Иисус? Потому что, послушайте, пожалуйста, если вы радуетесь тому, что из материального мира стало вашей собственностью, и это единственная причина, которая радует ваше сердце, скажите, пожалуйста, что будет с вашей радостью, если вы радовались тому, какого размера дом вы имеете, и вдруг очередной раз вы вернулись с работы домой, а дома уже нет. Потому что короткое замыкание, искорка, пламя огня охватило дом, и огонь, дом полностью с лица земли стер. Что будет с радостью у человека, если она была связана с какой-то материальной вещью, с автомобилем, с земельным участком, и автомобиля не стало, а земельный участок отняли. Реакция простая. Как только исчезло то, что доставляло мне радость, с исчезновением этой вещи в моей жизни ушла от меня и радость. Следующее. Если человек радуется успеху, вот он радуется, что он быстрее всех пробежал на соревнованиях, выше всех подпрыгнул и перепрыгнул планку на школьных соревнованиях, человек радуется, что он по профессии, и в той должности, где он работает, он признан самым лучшим. А я теперь задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а что будет с радостью у этого человека, если он способность быть лучшим, чем другие, потеряет? Вдруг человек сломал свою ногу, и так бегать быстро, как бегал до этого, уже не может. Раньше радовался, что он прибегал на соревнованиях самый первый, а теперь уже способность бежать самым первым нет. Раньше радовался, что на конкурсе по музыкальному какому-то аккомпанементу он занял первую премию, а потом его руки подверглись каким-то серьезным травмам, и так виртуозно играть уже на фортепиано не могу, а значит и лауреатом первой премии на очередном конкурсе я уже не стану. Как только человек теряет способность быть лучше, чем вокруг него находящиеся люди, а он этому радовался, с потерей способности выделиться от других, из сердца и из жизни ушла и радость, которую он в этом находил. Следующее в нашем списке. Человек радуется, что он главный энергетик, директор, что он является чиновником. А теперь скажите, что будет с радостью у этого человека, если его с этой должности уволят, если его этой занимаемой должности лишат. Называется, радуется человек, что он директор, а на завтра пришел и ему сказали, спасибо, что ты был директором, а отныне ты не являешься работником нашей компании. Что будет у этого человека с радостью? Радовался, какую должность занимаю, как потерял должность, исчезла и пропала радость. Оказывается, на этой земле все такое зыбкое. Вот что сделал Иисус своим ученикам. Он им просто сказал, послушайте, вы радуетесь, но ваша радость на очень зыбком основании. Он просто говорит, вы радуетесь успеху в служении. Но знаете, какая важная вещь? Сегодня успех в служении есть, а завтра его может и не быть. Сегодня человек проповедь сказал, и людей это коснулось, и люди вышли на покаяние. Завтра человек проповедь сказал, а это никого не коснулось, и никто не вышел на служение. И картина такая. Вчера человек радовался, а сегодня печален и уныл. Вот что сделал Иисус. Он своим ученикам посоветовал перенести радость на правильное основание, чтобы независимо от того, кто ты по должности, кто ты по способностям, независимо от того, сколько ты владеешь или обладаешь материальным имуществом, ты оставался человеком, который имеет право на радость всегда и во всякое время. И вот что сделал Иисус. Он сказал, однако же тому не радуйте, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот что в этой мысли есть очень глубоко Иисусом сказано. Но он сказал следующее, радуйтесь тому, кем вам приходится Бог, и кем вы приходитесь Богу. Вот что сказал Иисус. По сути дела Иисус сказал, радуйтесь, что Создатель и Творец для вас теперь ваш Отец, а вы, живущие на земле, люди для Него стали Его детьми. И вот теперь очень важно, если ты в статусе сына и дочери для Небесного Отца, и ты радуешься этому статусу, то теперь нет разницы в статусе Небесного Отца ты сын и дочь, кто ты в должности, чем ты обладаешь из материального имущества, и бегаешь ты быстрее всех или медленнее. Это теперь на твою радость не имеет никакого влияния, потому что важно, кем ты приходишься Богу, и кем тебе приходится Бог. Ты для Бога не чужой, ты для Него Его дитя, а Создатель и Творец для тебя стал сейчас твоим Отцом. Давайте с вами немножко продолжим наше исследование и наше рассуждение. Послание к евреям, 10 глава, мы прямо сейчас из текстов Священного Писания найдем интересное противоречие. Вы увидите, что я подразумеваю под противоречием в нашем рассуждении. Послание к евреям, 10 глава, стих 34, евреям 10, 34. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, не приходящее». Давайте в этот текст сейчас внимательно всмотримся. Послушайте, пожалуйста, что констатирует автор послания к евреям. Он говорит, я смотрел на вас и констатировал следующий факт. Вы с радостью приняли, внимание, расхищение вашего имения. Обращаю ваше внимание, радоваться от того, что у тебя что-то добавилось. Имущество стало больше, полей больше, овец в стадах больше. Это может любой человек, даже Бога не знающий. Но вот удивительная вещь. Это были люди, у которых имущество не добавили, а то, что они имели, у них отняли. Его расхитили. А люди, встретив это в своей жизни неприятное дело, обратите внимание, что они сделали, приняли это с радостью. И я задаю вопрос, слушайте, пожалуйста, где же такую радость найти, что когда у тебя имущество отнимают, а эту радость отнять не могут. Выглядит так, что тебя с дома могут твоего выгнать, а заставить тебя отныне не радоваться, не могут люди этого сделать. Это же где-то идти такую радость, которая не изменяла бы моему сердцу, когда в моей жизни приходят такие моменты, расхищают мое имущество. Отнимают то, что мне досталось тяжелым и трудным, тяжелым трудом. И вот здесь я хочу отметить, что почему эти люди радовались. Дальше написано, зная. Эти люди имели какое-то четкое понимание, кто они здесь на земле и где их истинная родина, зная, что есть у вас на небесах. Имущество лучшее, неприходящее. Эти люди, они знали, кем они приходятся Богу. Они просто говорили, Господи, мы для тебя дети, а ты наш небесный отец, и ты ждешь нас в своем небесном царстве. А здесь на земле мы подданные твоего царства. Мы здесь странники, мы здесь пришельцы. Нам здесь временно земля. И вот эти люди, когда у них расхищали имение, они, по сути дела, говорили следующее. Вы у нас отнимаете то, что никогда нашим и не было. А наше истинное богатство, это в доме нашего небесного Отца. А туда вы руку протянуть не можете. Потому вы нам настроение особо-то и не испортите. Расхищение имения приняли с радостью. Следующий текст, который хочу прочесть вместе с вами. Второе послание Коринфянам, восьмая глава. Вот давайте тоже посмотрим на это интересная вещь. Второе послание Коринфянам, восьмая глава, и со второго стиха. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушья». Красивые русские слова хорошо помогают, особенно детям и молодежи, расширять кругозор русских слов. Вот это «в богатстве их радушья». «Преизбыточествует в богатстве их радушья». Вот давайте с вами чуть заглянем в это интересное место. Итак, были люди, это были македоняне. И теперь слушайте, пожалуйста, что эти люди встретили. «Ибо они среди великого испытания скорбями». Есть разная мера, как можно измерять скорби. Есть просто скорби, есть скорби средние, есть скорби большие, а здесь использовано слово «среди великого испытания скорбями». Македоняне встретили скорбь, которая по шкале измеряется великой скорбью. А теперь слушайте, пожалуйста, люди встретили великую скорбь. Читаем дальше. «Преизобилуют радостью». Я задаю вопрос, как могло так получиться? Люди вошли в великое испытание скорбями, но радость из их сердца никуда не ушла. И более того, это радости было так много, что Библия использует русское слово «преизобилует». Это значит, хватает радости не только им, но они этой радостью могут поделиться и с теми, кто вокруг них. Следующая фраза. «Глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушья». Нищета пришла, а радушья никуда не ушло. И я задаюсь теперь вопросом, друзья мои, это что же за радость такая, которая не оставляет сердце человека, когда у него имущество расхищают? Когда в его жизнь приходит не просто скорбь, а великое испытание скорбями. Скорбь пришла, а радость никуда не исчезла. Вот что очень ценно понять. Видите, мы, живя на земле, мы иногда нашу радость связываем с окружающими нас вещами. И на самом деле это очень зыбкое основание для радости. Я приведу вам простой пример. У меня один из моих таких хороших друзей, он здесь живет в Соединенных Штатах Америки, и у него небольшая траковая компания. И вот его интересное наблюдение. Он говорит, ты знаешь, Игорь, на что я обратил внимание? Когда, говорит, я нанимаю человека водителем первый год приблизительно, он, говорит, меня от души благодарит. Спасибо, если бы не ты, не знаю, как жил, как бы за все платил. А потом, говорит, на второй год приблизительно, он, говорит, за год уже привык, сколько он уже получает, и он второй год уже молчит. А когда наступает третий год приблизительно, он начинает, как вы думаете, что делать? Правильно, начинает роптать. Да в конце концов, за эти копейки в этой будке мне надо столько трястись, столько майлов без конца переезжать. Да давай, ну поднимай цену. И вы знаете, в чем суть? На самом деле, вот в чем выглядит картина. Человек так устроен, что когда он получил что-то новое, его это радует, ликует. Через какое-то время он к этому привыкает, а еще через какое-то время ему этого становится малым. Я обращал внимание, когда одна из моих таких хороших друзей с Украины, они приехали в Америку. И так уж получилось, что где-то через полтора года приблизительно, может быть через два, после того, когда они уехали в Америку, я впервые приехал в Америку. Это был 2004 год. И я, получается, в эту семью попал в гости. И знаете, мое наблюдение какое? Они восхищались Америкой. Игорь, посмотри. Игорь, только послушай. Игорь, ты только понаблюдай. У них сплошная песня хвалы, как в Америке все замечательно. Прошел какой-то отрезок времени, где-то через года полтора или два, я очередной раз был у них в гостях. И вы знаете, на что я обратил внимание? Песня хвалы Америки уже прошла. Уже просто молчали, просто о каких-то вещах рассуждали. А когда я приехал еще через года два или три, вы знаете, что, какие были рассуждения? Да в конце концов, налоги на Землю, кто их придумал такие космические? Ну за что платить? А страховка на медицину, ну что ее такой огромной сделали? И я понял, человек так устроен, что то, что он встретил сегодня, его это радует. Завтра он к этому привыкает, а послезавтра ему становится малым. И я хочу вам сказать, человека на Земле не удовлетворит абсолютно ничто. Вы можете его переселить куда хотите. Он сначала будет радоваться, потом привыкнет, а потом ему этого станет мало. И нет разницы, куда вы его переселите. Вот давайте, чтобы вы это могли почувствовать, я вам приведу один такой просто исторический ракурс. Вот давайте себе представим, что мы с вами отмотаем колесо истории вот в местности, в которой мы сейчас находимся, на 200 лет назад. Вы можете себе представить 200 лет назад? Электричество нет, машин нет, стиральных машин нет, микроволновых печей нет, много чего нет. И представьте себе, что именно вы, представитель 21 века, оказались в этом столетии, на два столетия назад, на 200 лет назад. Люди, когда узнали, ты знаешь, у нас в гостях сегодня в городе человек с 21 века. А давай-ка встретим и спросим, как они там живут в 21 веке. И вы докладчик, который докладывает всей аудитории, живущей в 19 веке, как там жизнь в 21 веке. И вас спрашивают, вот вы просто общаетесь с этими людьми, и люди у вас спрашивают, слушай, а как вы в 21 веке одежду стираете? А вы им отвечаете, о, это очень просто. Есть такой ящик небольшой, в котором есть маленькая дверца. Ты забрасываешь туда всю грязную одежду, закрываешь эту дверцу и нажимаешь на кнопку. А эта машина жужжит, свистит, крутит, вертит, а через короткое время ты достаешь оттуда одежду, она почти сухая. А люди слушают вас и говорят, ну надо же, а вот мы в 19 веке, нам надо на речку идти, надо драй, тереть, шамаровать. Ой, сколько труда, сколько сложностей. И они вам дальше задают вопрос, скажите, а как вы решаете вопрос освещения в ночное время? А вы говорите, у нас в 21 веке есть просто кнопка, ты ее нажал, и стало светло, как днем. А если не нравится, нажал, и стало темно, кромешная ночь. А они вам говорят, ну надо же, а у нас керосиновая лампа, ты ее зажигаешь, а она коптит, а она дымит, света не хватает, света еще мало. Как же у вас в 21 веке замечательно? Они у вас спрашивают, скажи, а как вы перемещаетесь с точку А в точку Б? Вот с одного деревни в другую, с одного города в другой, и вы им говорите, вы знаете, есть такая будка с мотором, вы сели в эту будку с мотором, у тебя над головой крыша, если очень скучно, кнопку можно нажать, музыка зазвучит, если очень холодно, нажмешь, она охладит, если очень, если холодно, нажмешь, она нагреет тебе салон, если очень жарко, нажмешь, остудит, а они вам говорят, а ты знаешь, а мы воло впрягаем, а мы лошадей впрягаем, и вот в этой будке едешь, трясешься, и мерзнешь, и холодно, и музыки никакой не слышно, а последний нюанс, вы говорите ему, а вы знаете, вот если вы на расстоянии находитесь, и вы хотите своей жене предупредить, что вы задерживаетесь, вы просто берете такую штучку, нажимаете несколько кнопок, и на расстоянии жене говорите, любимая, разогревай ужин, через 20 минут я уже буду, и вот кто-то, кто слушает ваш доклад, говорит вам такую фразу, я понял, 21 век, это сплошной рай, вся жизнь вмещается в одно понятие, кнопка, нажал кнопку, постирала, нажал кнопку, с женой созвонился, нажал кнопку, свет зажегся, нажал кнопку, в машине, музыка зазвучала, а вы им говорите, вот честное слово, только что я с 21 века, рая там не видел, а знаете почему, потому что то будка с мотором у соседа лучше, чем у меня, то стиральная машина с кнопкой перестала работать, то телефон упал и перестал звонить, знаете, к чему я говорю, если бы мы рассказали, как живем в 21 веке, людям в 19 веке, и если бы они сказали, что оказывается в этой обстановке есть те, кто ропщут, люди 19 века не могли бы понять, за что роптать, это надо без конца только небо благодарить, что вся жизнь стала такой комфортной, не надо тереть, не надо драйвить, не надо на валах ехать, едь, наслаждайся в машине, и суть оказывается, все очень относительно, знаете, почему нам, людям на земле, этого сейчас не хватает для радости, потому что мы к этому просто привыкли, вот так устроен человек, я здесь был в гостях в одной семье в Америке, а они сами из Белоруссии, эта семья, вы знаете, что удивительно, они столько, они им уже сейчас за 50, где-то там под 60 лет, и вот одна из, и вот хозяйка интересную фразу произнесла, они в Америке живут, быть может лет 10, и она говорит такую фразу, я не могу себе даже вспомнить, как мы жили в Белоруссии летом, когда не было кондиционеров, я думаю, вы легко можете вспомнить, те, кто возрастом постарше, а ведь жили люди, правда же, и в домах, и в квартирах, не было кондиционеров, за 10 лет, женщина привыкла так, что она не может даже вспомнить, а как это, когда ей там было 40 лет, как же 40 лет жизни, она прожила без кондиционеров, привык за 10 лет кондиционером, вот к чему я это, друзья, говорю, тот, кто думает в этой жизни, найти радость, пользуясь без конца, к материальным вещам, я хочу вам сказать, это поиск очень зыбкий, потому что радость там очень краткосрочная, я думаю, что в своей жизни имею ни один диплом, ни одно учебное заведение закончил, и могу сказать, что вот у нас с вами, вы обратили внимание, мы иногда с вами не умеем радоваться, сегодня мы обычно с вами радость всегда переносим на завтра, я вам приведу пример, и вы сейчас поймете, вот смотрите, мало же ведь кто из нас радуется прямо здесь и прямо сегодня, мы с вами как думаем, вот настанет время моего отпуска, вот тогда-то я и порадуюсь, кто-то из нас говорит так, о какой радости речь, а студенческая жизнь, вот дотяну до защиты диплома, получу диплом, вот это будет радость, кто-то из нас рассуждает, о какой радости речь, детей сейчас, как на ноги поставить, вот выдам дочку замуж, вот это будет счастье, кто-то говорит, вот дотяну до пенсии, вот это и будет в моей жизни праздник, и вы знаете, что является правдой, правдой вот что является, когда студент мечтает, вот получу я диплом, вот тогда и будет у меня праздник, я хочу вас очень серьезно разочаровать, и я сейчас, вы поймете, в чем я, что я имею в виду, студент пять лет учится и мечтает, когда я в руки получу диплом, я от счастья, я не буду идти по земле, я буду лететь над землей, но когда его имя на выпускном назвали, и он вышел, чтобы получить диплом, он взял в руки диплом, и назад, на свое место, в аудитории, он не полетел, а пошел, а когда дома остался с дипломом в руках, он сам себе задал вопрос, и что теперь? за диплом не платят, оказывается, диплом иметь имею, а работу-то искать надо, вот так отдельные люди, особенно молодые парни, они мечтают, если у меня будет первый автомобиль, в котором я самостоятельно проеду первых сто метров, то я от счастья не буду ехать, я от счастья буду лететь, но когда у этого парня появляется первый автомобиль, он оказывается не летит, а едет, а знаете почему радости нет? Потому что он начинает рассуждать, а, потому что у него марка автомобиля не та, он называется просто Кио или Хюндай, если бы это было БМВ, если бы это был Лексус, и без конца человек начинает в поиске этих, вот так живут люди на земле, и вы знаете, что самое странное, самое странное в том, что завтра, вот мы переносим свою радость на завтра, вот настанет время отпуска, а правда состоит в следующем, живешь-то ты сегодня, и здесь, если прямо в эту секунду, а завтра может не прийти, зачем радость откладывать на завтра, зачем ее откладывать до отпуска, а может просто научиться радоваться прямо здесь сегодня, что ты имеешь, радуйся тому, что ты живешь, что ты видишь, что ты слышишь, что вокруг тебя все прекрасно и замечательно, вот многие из нас, мы не умеем радоваться сегодня, мы ее все переносим на завтра, вот так кто-то и переносит свою радость, как я уже вам перечислял, кто-то, вот выйду на пенсию, а вышел человек на пенсию, вы много видели пенсионеров, которые радуются, о радости мечтали, когда выйдут на пенсию, до пенсии дотянули, а что-то радости там не нашли, вот в чем кроется секрет, тот, кто хочет найти радость, просто в материальном, окружающем мире, на самом деле, ее там нет, есть ее маленькая, иллюзорная часть, возвращаемся к тексту, еще один текст, первое послание к фессалоникийцам, ну, давайте, прежде чем этот текст прочтем, давайте еще один текст, это текст из Писания, который написан в Деяниях Апостолов, 5 глава, стих 40, Деяния Апостолов, 5-40, «Они же пошли из Синедриона», это сказано за учеников Иисуса Христа, и вот дальше фраза, «радуясь», а теперь внимание, что же там была за причина радости, которую эти ученики имели, слушайте внимательно, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестье, вы когда-нибудь думали, как это вмещается, людей обесчестили, а они этому факту радовались, и обратите внимание на фразу, «удостоились», апостолы рассуждали так, это же ведь не каждому такая честь, чтобы палкой тебе дали за то, что ты христианин. Вот я к чему сейчас это вам говорю, смотрите, три текста из Писания, которые я вам привел, «У людей расхитили имение, а радости отнять не смогли, люди встретили великое испытание скорбями, а радость никуда от них не убежала, люди подверглись бесчестию, им не орден выписали, и не грамоту дали, у них не интервью взяли, и про них не статью в журнале написали, их обесчестили, унизили и оскорбили, но только это унижение и оскорбление имело под собой одну причину, потому что они были христиане, они были для Бога детьми, а Бог для них был их небесным отцом, и Библия говорит, «вышли из Синедриона, радуясь, что удостоились за имя Божье, быть обесчещенными». Теперь текст из Писания, который прочту из послания к фессалоникийцам. Первое послание к фессалоникийцам, первая глава, стих 6. «Вы сделались подражателями нами Господу, принявши слово при многих скорбях». Обратите внимание, снова многие скорби, а дальше важная фраза, «с радостью Духа Святого». Вот тот, кто немножко пытается прояснить или расширить свой кругозор в сфере цветных металлов. У меня один мой друг в Армении, он ювелир по образованию. И они с ювелирных вещей делают много разных нюансов, от таких удивительно тонких вещей, которые просто стоят на столе, до ювелирных изделий, которые продаются в качестве украшений. И он, как ювелир, знает в этих вещах очень много тонкостей. Он легко берет в руку, называет камень, называет его стоимость, называет какой пробы золота. Ну, удивительно, когда человек с этими вещами так соприкасается, какой специалист высокого уровня. И вот какой я от него узнал вещь. Оказывается, на Земле такое понятие, как золото, звучит очень коротко, но оно, оказывается, имеет совсем разную пробу. Есть золото пробы 333. Это значит, что всего лишь в этом сплаве 33% золота, а все остальное – это сплавы других металлов. Но есть золото пробы 999. Там 99,9% золота, и только 0,1%, 0,1% там допускается других металлов. Обратите внимание, и то, и другое называется золотом. Но только процент золота там такой разный. И я хочу вам, друзья, сказать вам и самому себе, вы знаете, что радость, она тоже бывает разной пробы. Есть радость земной пробы, пробы 333. Это как раз таки то, что предлагает нам этот материальный мир. Радуйся, что из имущества ты имеешь. Радуйся, в чем ты лучше, чем другие люди. Радуйся, какую должность ты занимаешь. А есть радость высшей пробы. И эта радость, вот как в тексте, радостью Духа Святого. Есть радость, которая исходит с самих святых небес, потому что это радость, за которой стоит благодать Святого Духа. Римлянам 14 глава. И в этой главе, смотрите, какая фраза написана. Римлянам 14, 17 стих. «Ибо царство Божье не пище и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». И вот к чему я это говорю. Я говорю это к тому, друзья, что когда-то Петр говорил такие слова, обращаясь к верующим. Говорил следующее. «Вы радуетесь радостью неизреченной и приславной». И я теперь задаю вопрос вам и самому себе. А как насчет нашей с вами радости? Чему я радуюсь? Быть может, вся моя радость, как христианина, она основана на пробе 333. Я радуюсь тому, где живу. Радуюсь тому, на какой машине езжу. Радуюсь тому, в каком доме проживаю. Радуюсь тому, какой костюм ношу. Какую обувь у меня на ногах одета. Может быть, это и вся причина, чему я радуюсь. Если это так, то я сам себя обделяю на огромнейшее счастье. Потому что христианину доступна радость самой высшей пробы. Радость от Святого Духа. И если человек в своей жизни восхитил эту радость, то теперь человек, его могут из имения его выселить. И расхитить его имущество. Он может встретить великое испытание скорбями. Его могут обесчестить. Но радость от Святого Духа у него никто отнять не сможет. Потому что это радость, которая измеряется конкретным отношением его души и святым, и всемогущим Богом. Вот что Давида вы можете увидеть и прочитать, когда читать его 50-й Псалом. Это человек, который занимал высокую должность царь в Израиле. Это человек, который обладал каким-то имуществом. И это человек, который во многом превосходил других людей. Что уже упоминали сегодня. Победил филистимлянина Голиафа. Но вы обратите внимание, что этот человек делает. Он обращается к Богу с такой короткой молитвой. «Господи, возврати мне радость спасения». Оказывается, Давида не удовлетворяла должность царя. Мало было, что в материальном отношении много имущества. Или в чем-то он превосходит других людей. Давид понял, радость низкой пробы, радость земного происхождения – это мало. И меня это не удовлетворит. Вот почему, друзья, говорю это сегодня вам и говорю это самому себе. Если ты христианин, не все, что из себя представляет твоя радость, она измеряется только в земном измерении. Я говорю тебе, говорю, ты себя обделил на многие вещи. На самом деле твоя душа достойна намного большего. Она достойна радости высшей пробы, радости от Святого Духа. А теперь задаемся вопросом, а что же надо для этого, чтобы радость от Святого Духа была моей не мечтой, а моим постоянным ежедневным переживанием. И вот тут, друзья, хочу, чтобы вы сейчас очень четко это поняли. Радость от Святого Духа, она не измеряет, какого ты образования. Радость от Святого Духа, она даже не задается вопросом, в чем ты лучше, чем другие люди. Ты бегаешь или прыгаешь лучше, играешь лучше, чем другие. Радость от Святого Духа даже не интересуется, кто ты по национальности, какую ты занимаешь должность. Вы знаете, что очень ценно в радости от Святого Духа? Это только один компонент, одно понятие. Это степень чистоты твоего сердца. Потому что чистые сердцем Бога узрят. Вот и получается, оказывается, радостью радоваться от Святого Духа, это человеку, отдельно взятому на земле, намного доступнее, чем все остальные аспекты, чтобы приобрести имущество, занять высокую должность или в чем-то быть лучше, чем другие. Потому что радость от Святого Духа измеряет только один аспект. Степень чистоты твоего сердца. И потому говорил по этому поводу Давид, возврати мне радость спасения. В чем Давид потерял ее? Он говорил, сердце чистое сотвори во мне и духом правым обнови меня. Мои братья и мои сестры, я говорю это для каждого из нас. Вы знаете, когда я уверовал, это было в 92-м году, и это было буквально через короткое время, нас пригласили наши друзья на бракосочетание. Это было первое христианское бракосочетание, которое я в своей жизни присутствовал. Но перед тем, как бракосочетание начиналось, помещение, в котором проходило все это общение или служение, его использовали в качестве евангелизации. И там один из парней, вернее, один из братьев, христиан, он говорил и проповедовал о Иисусе Христе. И он рассказывал, как он уверовал и как стал христианином. Вот я теперь вам рассказываю свое впечатление. Впервые в жизни на христианской свадьбе, где перед сочетанием человек делился свидетельством, как он верующим стал. И вот этот человек говорит такие слова. Быть христианином – это сплошное счастье. Быть христианином – это радость. Быть христианином – это невероятное наслаждение. И вы знаете, в чем проблема? В том, что вот глядя на него, в это можно было только верить. Потому что увидеть в нем этого было невозможно. Вот смотрел на человека, на его лицо, у него было такое выражение лица, как будто он в один день похоронил всех своих родственников. Но теперь ему под дулом пистолета сказали, если будешь говорить, что тебе плохо, мы тебя лишим жизни. И вот он под дулом пистолета говорит, быть христианином – это счастье, это радость, это наслаждение. Как я вам уже сказал, верить можно, увидеть – нет. Когда-то одна фраза такая прекрасная прозвучала, она мне очень понравилась, а звучит она так. «Если в твое сердце поселился Христос, пожалуйста, не забудь сообщить об этом твоему лицу». То, что христианину он счастлив от того, что он с Богом примирился, иногда говоря с отдельными людьми, на самом деле этого увидеть невозможно, остается только верить, что ему хорошо. И я, мои друзья, говорю это вам и говорю самому себе. Вы знаете, радость высшей пробы, радость от Святого Духа – это то, о чем можно не мечтать, это то, о чем можно не строить планы, а это то, что можно восхитить, и это то, с благословением, которым можно жить и всю жизнь на земле пройти, радуясь. Почему апостол Павел обращается и говорит, «Говорю вам, радуйтесь, еще говорю вам, радуйтесь». И дальше говорит, «Писать для меня не тяжело, а для вас это назидательно». И я хотел бы сейчас поощрить вас вот к чему, чтобы вы задали себе вопрос, «А чему, собственно говоря, радуюсь я?» И если среди всего большого списка, что ты имеешь в своей жизни причины для радости, нету одной очень важной причины, что ты с Богом выстроил правильные отношения, и что ты для Бога сын, а Бог для тебя отец. И между вашими отношениями нет никакой греховной стены и преграды. Тогда ты человек, которого сердце наполнено радостью от Святого Духа. И эта радость, она не изменит тебе ни тогда, когда в твоей жизни ослабнут силы, ни тогда, когда тебя уволят с должности, ни тогда, когда тебя лишат твоего имущества, ни тогда, когда уже и ноги быстро не ходят, и руки резко не поднимаются, но чистое сердце оставит за тобою право иметь радость от Святого Духа. И ты станешь человеком, который не мечтал о радости, а жил на земле, радуясь. И в этом отношении, друзья, могу вам точно сказать, что мы с вами так устроены, так есть в нашей жизни, что мы с вами с другими людьми делимся лишь только тем, на что мы богаты. Я хочу вам простую мысль такую привести. В Канаде один производитель, который производил обычное коровье молоко, на упаковке написали такую удивительную надпись. А надпись звучала так. Это молоко выдаено у коров, когда у них было хорошее настроение. И люди рассуждали так. Ну, если у коровы было хорошее настроение, то, похоже, от этого молока настроение будет хорошее у меня. Вы знаете, человек, если он радостный по жизни, то от него такое духовное молоко. Он говорит, и люди другие имеют радость. Он делится новостями, а другие ликуют. Вот, да что ты богат, над тем ты с другими и делишься. Вот, не секрет. Если ты по жизни богат ропотом, если ты по жизни богат таким постоянным стоном, постоянным недовольством, чем ты поделишься с другими людьми? Ропотом, недовольством и стоном. А если ты по жизни богат радостью, о чем мы с вами писали, читали за Македонян, преизобилуют радостью, то вся твоя жизнь будет сплошной праздник. И оказывается, все вокруг прекрасно, все вокруг замечательно, по одной простой причине, потому что у тебя правильное отношение с Богом, который твое сердце награждает радостью высшей пробы, радостью от Святого Духа. И я, друзья, теперь хочу сделать следующий вывод. Если ты имеешь все, я имею в виду многое для радости, и дом, и имущество, и положение, и деньги в карманах, но ты не имеешь радости от Святого Духа, на самом деле, друг, ты не имеешь ничего, что стоило бы человеку иметь. Но если ты имеешь чистое сердце, и с Богом выстроенные близкие отношения, и радость от Святого Духа с тобой, то при этом ты имеешь все, что тебе для счастья надо. И можешь дома не иметь, и земли большой не иметь, и можешь пешком по земле ходить, а не на машине ездить, а ты будешь самым счастливым человеком, потому что ты имеешь все, что только можно иметь для счастливого удела. Вот почему, заботясь о лучшем в материальных вещах, друзья, очень важно не потерять самое ценное, что есть для человека на земле. Радость от Святого Духа. Вот почему, с чего мы начинали, вот почему Иисус своим ученикам внес эту корректировку. Они возвратились с великою радостью, радуясь, что о имени Иисуса духи бесовские им подчиняются. И Иисус понял, ребята, вы радуетесь успеху, но успех сегодня есть, а завтра его может и не быть. А значит, твоя радость такая зыбкая, сегодня радуешься, а завтра нет причины радоваться. И Иисус им подкорректировал причину радости и сказал, не радуйтесь, что духи вам повинуются. Другими словами, не радуйся успехом, а радуйся тому, кем ты Богу приходишься, и кем тебе приходится Бог. Если ты в статусе сына, то какая разница, есть у тебя успех, или его нету, статус сына за тобой остается. Если ты дочь для своих родителей, то нет разницы, уволили тебя с работы, или ты остался на работе. Ты для родителей остался в статусе дочери. Если ты для Бога дорожишь статусом, что ты для него его дитя, то разницы нет, что с тобой произойдет на планете Земля. Уволят, побьют, отнимут имущество, но статус, что ты для Бога свой, от тебя никто отнять не сможет. Если только ты сам своим решением окунуться в грех, этого решения приняв, от этого статуса не отвернешься. Вот почему, мои друзья, мы имеем с вами право, на которое другие люди не имеют. Радость на радость высшей пробы. И как же это грустно, когда, имея радость, имея право на радость высшей пробы, человек довольствуется радостью низкой пробы. А мне и хватит пробы 333. Но Писание говорит, что у тебя есть радость неизреченная и преславная. Радость, которая исходит от благодати Святого Духа. И это радость, которую, если она посетит твое сердце, ничто на планете Земля больше тебе такого уровня и размера радости причинить не может. И я, друзья, поощряю вас и самого себя. Если вы ищете в своей жизни радость, пожалуйста, не остановитесь в поиске радости, пока не найдете радость от Святого Духа. А если вы ее найдете, то вы скажете, весь этот мир ничего не стоит этой благословенной радости, которую я восхитил и которую получил. И в этом отношении можно точно сказать, если человек не восхитил радость от Святого Духа, на этой земле его христианство не до конца и не полноценное. Когда-то, Давид, у меня был такой псалом, который я очень, когда только уверовал, я не знаю почему, но я его очень часто пел и он мне очень сильно нравился. Это псалом, в котором воспеваются разные библейские герои, в которых слезы лились. Там плачет Мария, плачет Петр и среди всех прочих там есть плачущий Давид. И в этом псалме такие красивые слова. Отчего же плачешь? Или мало золота, или серебра. И там Давид поет, ну там в песне такие, от имени Давида такие слова. Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Вот знаете, самая большая потеря, никогда с квартиры отправили, никогда апартмента лишили, никогда машину отняли, никогда гражданство отняли. Самая большая трагедия, когда ты разлучился с благодатью Святого Духа, когда между твоей душой и Святым Богом возникли греховные преграды, тогда все на земле перестанет быть милым. И дом не устраивает, и работа плохая, и страна негодная. А если ты с благодатью Святого Духа в близких и тесных отношениях можешь жить в шалаше, кушать хлеб и воду, а быть самым счастливым человеком на земле, потому что ты восхитил радость, которая не изреченная и приславная и по своему происхождению не от земли, а со святых небес. И я это вам говорю и самому себе, не обделите себя на это счастье, потому что право на это счастье есть у каждого из нас. А цена приобретения этого счастья такая простая, чистое сердце. Для этого не надо платить деньги, не надо преодолевать огромнейшее расстояние, для этого не надо получать несколько образований, надо просто открыто перед Богом осветить свое сердце. И степень радости от Святого Духа измеряется степенью чистоты твоего сердца. Чистое сердце и степень радости велика, а скверненное сердце степень радости минимальна. Вот почему соблюдающий себя в чистоте пред Богом и получает право на это огромнейшее наслаждение жить, не мечтая о радости, а жить, радуясь ежедневно и каждое мгновение. И я искренне от души желаю вам, чтобы вы были людьми, которые не мечтают о радости, а которые живут радуясь. Чтобы вы были людьми, которые преизобилуют радостью, и вы этой радостью делитесь теми, кто вокруг вас. И я уверяю вас, если вы эту радость восхитите, у вас от нее эту радость больше никто не отнимет. Никто и никогда ни проблемы, ни скорби, ни трудностей, потому что это радость, за которой стоит благодать и сильная рука Создателя и Творца в силе Святого Духа. И это благодство и благословение, которое стоит восхитить и стоит в поиске этой радости отправиться, освящая и очищая свое сердце. Давайте к Господу и обратимся с молитвой, дабы мы в этом списке радующихся, радостью, высшей пробой были, и чтобы мы с вами сами себя на эту радость не обделили. Во имя Иисуса склоним колени и помолимся Господу. Мы молим тебя о том, чтобы мы себя на эту радость не обделили, чтобы мы сами себя этой радости не лишили. Во имя Иисуса Христа мы молим тебя, помоги нам свою жизнь сохранять в чистоте. Если где ошиблись, оступились, помоги искренно каясь и приводя свою жизнь в порядок, возвращать своему сердцу право на небесную радость, на радость от Святого Духа. Господь, твой Святой Дух, покрывает своим присутствием святые сердца. И помоги же Господь нам таковыми свои сердца сохранять, чтобы радость от Святого Духа нам не терять. А ее в своей жизни умножать и быть людьми, которые ею преизобилуют, чтобы этой радостью делиться с теми, кто вокруг нас. Мы молим тебя ради Иисуса, имея возможность воспользоваться лучшим из того, что окружает нас в материальном мире. Помоги нам не оставить и не забыть радость от Святого Духа, дабы она была в нашей жизни приоритетом и самым главным ориентиром в поиске радости. И мы молим тебя, Бог наш, чтобы это благословение могли в своей жизни восхитить наши дети, дочери и сыновья, чтобы они восхитили это счастье и усладу на радость от Твоего Святого Духа. и в этом наслаждении жили и имени Твоему служили. Мы молим тебя о том, чтобы мы были людьми, которые радуются правильным вещам, радуются тому, кем мы приходимся тебе и кем нам приходишься ты, Господь. Мы воздаем тебе славу и молим тебя, помоги нам не мечтать о радости, а помоги нам радоваться, помоги нам не переносить радость на завтра или на будущее, а помоги нам радоваться здесь и сейчас тому, что мы имеем в каждом мгновении нашей жизни. Помоги, Господь, нам быть людьми, которые себя и этого благословения не лишают, а этим благословением себя обогащают. Склоняем перед Тобою свое сердце в благодарности, что нас, живущих на земле, Ты удостоил чести, наслаждаться радости от Твоего Святого Духа, ее в своем сердце иметь, в радости жить и радостью с людьми, находящимся вокруг нас, делиться. Слава Тебе, Создатель! Хвала Тебе, Святой Царь! Честь и поклонение Тебе, наш любящий пастырь! Хвала Тебе, Господь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь!